Привет, друзья! Помните, мне мой друг Джорди подарил вот этот фикус? Он раньше был менее ветвистый, чем сейчас. Как вы видите, я сделал ему полную дефолиацию. Оставил только вот некоторые вот эти вот сами палочки, на которые крепится листик. И смотрите, вот тут уже можно видеть новые листики. Видите вот эту вот иголочку между рогаткой? Это как раз-таки новые все, побеги, новые почечки. Вот тут тоже. Секунду, навелось, да. Короче говоря, по всему фикусу уже есть новые почки. Это здорово. И, наверное, ваш взгляд уже упал на вот эти четыре контейнера, которые размером с палец, потому что они чуть-чуть прикопаны вниз. И здесь огромное количество Грин Кинга. Вот сейчас поставьте просто на паузу видео, хотя вы, скорее всего, уже прочитали название видео. И напишите, для чего вот эти черные контейнеры... Хотя, знаете как, наверное, я название видео сделаю немножко другое, чтобы не раскрывать вам тайну. Напишите, для чего вы думаете столько удобрений? И для чего вот эти вообще контейнеры нужны? Вот вы именно в этой ситуации, когда идет сделанная дефолиация, уже практически открылись все новые побеги, открылись почечки. И я добавил Грин Кинга очень много. Как вы видите, его здесь просто нереальное количество. Вот эта вся, как бы, трубка, она заполнена Грин Кингом. Их целых четыре. Для чего это делается? Вот. Дам вам время подумать. Ну что, написали? Окей, продолжаем. Значит, так. Начну издалека. Сейчас я сделал дефолиацию. Подождал время, пока откроются, начнут появляться вот эти вот почки новые. И добавил удобрений. Огромное количество. Сейчас, конечно же, все вот эти вот новые почки, они начнут расти очень сильно, очень длинные междоузлия будут и так далее. Из-за большого количества листьев. Но растение также запасет большое количество питательных веществ. Во-первых, да, после зимовки оно и так уже накопило, с помощью чего сделало столько почек. Далее, сейчас оно еще больше накопит. И самая главная причина, почему я добавил эти удобрения, кстати, ставьте лайк за мои грязные ногти, потому что я сейчас с удобрением занимался. Вот. Начнет толстеть. Все ветки, весь сам фикус начнет толстеть. Полностью весь равномерно начнет толстеть. Для этого и добавляются такие большие количества удобрений, чтобы фикус толстел. Ну, или любое другое растение. Единственное, что не стоит делать это на клёнах. Потому что на клёнах вы просто убьете всю листву. На остальных растениях, кроме, конечно же, хвойных, возможно, это можно делать на можжевельниках, но я точно уверен, на соснах абсолютно точно такого делать нельзя. Короче говоря, давайте так, на всех лиственных можно делать, кроме клёнов. Вот так давайте сделаем. Таким образом, очень сильно утолщается полностью весь вансай. Во-первых, утолстится вот этот корень, сам ствол, все ветки, тонкие ветки, толстые ветки, без разницы. Утолстится всё. Для чего я это делаю? Просто потому, что я хочу его сделать более толстым. Гораздо более толстым. Хочу, чтобы вот эти ветки стали более толстыми. Потому что в результате я буду прививать вот сюда новую ветку. Понимаете? Скорее всего, от этого же фикуса. Но пока что я не могу этого сделать, потому что сам фикус, он ещё не такой толщины, как я хотел бы. Поэтому я сейчас его утолщу. Буквально там месяц, два, три он так постоит. И в конце осени, в конце лета, скорее даже, в начале осени, я привью сюда ему новую верхушку, так скажем. Потому что если вы сейчас посмотрите, то этот фикус без верхушки, у него она была вот тут. Но Джорди почему-то её обрезал. Так же, как и вот этот огромный шрам, кстати говоря. Смотрите, он уже закрывается. Довольно-таки неплохо. Поэтому будем ждать. В принципе, он уже отлично отзывается на дефолиацию. Нужно будет поливать его очень сильно, очень много. Потому что если вы добавляете столько удобрений и поливаете один раз в день, то, скорее всего, корни просто сгорят от такого количества питательных веществ, которые поступают из удобрений. Даже пусть это как бы органические удобрения, которые, как сказать, не так сильно влияют на корневую систему, и не так её сжигают, как химические какие-то удобрения. Но прикол в том, что из-за того, что здесь огромное количество этих удобрений, конечно же, растение будет испытывать явные проблемы с усваиванием. Так же хочу сказать, что этот фикус, он очень большое количество здоровых корней имеет. Если у вас есть маленькая палочка, которую вы только укоренили, у неё там 5 буквально корней, то такое делать нельзя. Надо делать это только на тех растениях, в которых вы уверены на 100%, и у которых присутствует отличная здоровая корневая система. Можно это делать, когда, к примеру, вы года 2-3 поддержали растения в дуршлаке сакадамы, потом посадили его в горшок чуть побольше, чем нужно, и тогда уже начинаете использовать вот эту систему. Её можно использовать на протяжении всего сезона активного роста, но потом это всё удобрение убирается. Поэтому это такой короткий период, только во время активного роста. Я вообще советую это делать на фикусах. Если вам нравится фикусы, если вам нравится видеть их быстрые изменения, и в принципе, чтобы они себя здорово чувствовали, то эту технику можно использовать. Также я хочу, чтобы сам небари очень растолстел, а это очень помогает для толстения вот самой нижней части, потому что из-за того, что очень много питательных веществ циркулирует из корней в ствол, то вот эта вот зона будет очень сильно расширяться. Поэтому из-за как бы, из-за транзита вот этих вот питательных веществ постоянно. Поэтому, первое, много удобрений распределены, они должны быть хорошо, не все в одном месте. Лучше всего вот в таких трубках, потому что трубки эти, кстати говоря, ну просто пластмассовая труба, да, ПВЦ, по-моему, называется. Она также ещё из-за того, что она чёрная, она удерживает очень хорошо тепло, потому что она нагревается на солнце, и удобрение лучше, ну, лучше ферментируется, если у вас не ферментированные. И лучше сохраняет влагу, лучше перерабатывается. Поэтому вы поливаете, как бы все по трубке идёт, вода опускается вниз, все удобрения равномерно пропитываются. Из-за тепла они всегда тёплые, всегда с ними всё как бы хорошо. У них все процессы идут стабильно, бактерии их перерабатывают, и они поступают уже в почву в хорошем виде. Растения их впитывают. Нужно поливать очень часто. Это очень важно. Чем чаще вы поливаете, тем лучше. Также ещё побочный, так скажем, пункт, это дренажная земля. Если у вас дренажной почвы нет, то об этом способе можно, в принципе, забыть, потому что, если у вас какая-то там чёрная земля, или что-то ещё, то, скорее всего, у вас просто корни погибнут. Вот. Потому что она впитывает, 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 как губка, и, скорее всего, у вас просто получится проблема с корнями, вы убьёте корни, и, ну, на этом всё закончится. Либо же их очень сильно повредите. Поэтому, ну, я советую вам всё-таки использовать... Ой, какой же он тяжёлый! использовать эту методику только тогда, когда вы уверены в корневом... в корневой системе вашего растения. Как видите, в принципе, очень даже неплохо развивается этот фикус. Но пока что... Ух ты! Я заметил вот эту веточку. Если эта веточка хорошо вырастет за этот сезон, я её привил вот сюда, и всё, не буду даже отрезать. Блин, отличный! Отличный вариант! Видите, она как раз-таки растёт вверх прямо 90 градусов, и она должна быть отрезана. Но так как я сейчас сделал дефляцию, она очень сильно начнёт расти, так же, как, в принципе, и весь фикус. И я как раз-таки этим воспользуюсь, и просто её потом загну вот так и привью её сюда, как я это сделал на фикусе с Буддой. Так что, друзья, вот видите, как видео помогают даже мне самому найти какие-то выходы из-за ситуации. Я хотел вообще просто ветку прививать, отрезать ветку отсюда и привить её сюда. Но если есть способ более безопасный, то, конечно же, я воспользуюсь им. что ж, на этом я думаю, что видео можно закончить, потому что, ну, здесь всё предельно понятно. Много солнца, много тепла, много света, много удобрений, огромное количество полива, дренажная земля, и у вас получится то, что ваши растения будут толстеть. Если вам вдруг что-то осталось непонятно, то пишите снизу в комментариях, задавайте ваши вопросы, и я на все отвечу. Также ставьте лайк и подписывайтесь на канал, потому что вы увидите результат этого, можно сказать, эксперимента. Ну, не эксперимента, а просто техники, да, для вас это, скорее всего, эксперимент, для меня-то уже нет. Но, короче говоря, итоги какие-то вот этой техники вы увидите уже совсем-совсем скоро. Так что, спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до этого момента, то вы вообще молодцы. Всем удачи. С вами был Дима из Испании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok